Здравствуйте, дорогие юные друзья! Привет, дорогие зрители и подписчики моего канала! Поздравляю вас с наступающим Новым Годом! Пусть этот год принесет вам много счастья, улыбок, удачи и тепла! Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий! Желаю всем нам в Новом Году быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными! Ну а я после недолгого отсутствия снова в Украине! К сожалению, этот год у меня как у блогера получился несколько скомканным! Я очень мало выпускал видео, в основном из-за того, что очень долго отсутствовал в стране, много путешествовал! И именно поэтому я решил ввести еще один ютуб канал под названием Karabas Travel! Я решил выкладывать видео о тех странах и отелях, где я отдыхал, для того, чтобы вы получили пройденную информацию об отдыхе в том или ином отеле! Но это абсолютно не значит, что я перестану ввести свой основной канал! Мы с вами по-прежнему на этом канале будем обсуждать все политические события и новости, происходящие в нашей стране и в мире! А сегодня я очень коротко хотел бы подвести итоги прошедшего года! И конечно нужно сразу сказать, что главным разочарованием уходящего года является президент Украины Владимир Зеленский и его команда! Вот смотрите! Позавчера власть закрыла два телеканала! А это значит, что и в новом году наступления на свободу слова не прекратятся! И нужно сказать, что мы уже как-то спокойно это все воспринимаем! Ведь если посмотреть, то этот год начался с закрытия телеканалов! В начале года закрыли 112, Ньюс Ван и Зиг! А сейчас, в конце года, закрыли по беспределу еще два оппозиционных телеканала! А ведь это значит только одно! Президент страшно боится критики! И он очень болезненно переносит любые критические замечания в свой адрес! Ну и подводя итоги года, нельзя не вспомнить одно из самых непонятных и позорных выступлений президента! Сограждане! Обращаюсь к вам в тяжелую утреннюю минуту! 1-2 декабря в стране произойдет переворот! Естественно, никто никакого переворота не планировал! Вся страна в очередной раз увидела глупость и недалекость президента! Ведь даже тем, кто поначалу поверил словам президента, стало понятно, что эпопея с переворотом – это просто очередной фейк Зеленского! За киевским переворотом стоит Ахметов! За Ахметовым – Россия! За Россией ее история, которая началась в Киеве! Круг замкнулся! Вот именно после таких комических заявлений президента, его рейтинг опускается все ниже и ниже! И вот вчера были опубликованы результаты опроса, проведенного Фондом демократических инициатив имени Ильи Кучерева совместно с социологической службой Центра Разумкова! Так вот, 45,1% опрошенных украинцев главным разочарованием 2021 года среди украинских политиков считают президента Украины Владимира Зеленского! Согласитесь, очень неутешительный результат после двух с половиной лет президентства! Кстати, согласно этого же опроса, если бы выборы президента Украины проводились сейчас, то Дмитрий Разумков победил бы Зеленского в втором туре! Так Разумков набрал бы 56%, а Зеленский – только 44% голосов! Поэтому неудивительно, что президент старается уничтожить своего главного политического конкурента! Теперь смотрите, нельзя не сказать, что еще один слой населения начал считать президента Зеленского и его политическую силу чуть ли не своим личным врагом! Я сейчас говорю именно о предпринимателях! Власть вводит для определенных групп предпринимателей обязательным использование кассовых аппаратов с 1 января этого года! Но до последних дней декабря народные депутаты «Ослуг народа» обещали, что они в Верховной Раде проголосуют за отсрочку введения кассовых аппаратов! И президент подпишет в соответствующий указ! И что? А то, что они просто обманули своих избирателей! Этот вопрос даже не вынесли на рассмотрение сессии Верховного Совета! То есть предпринимателям поднесли вот такой вот подарочек под елочку на Новый год! Их в буквальном смысле слова кинули! А теперь смотрите в какой ситуации они оказались! В настоящее время заводы-производители не имеют наличия кассовых аппаратов! Предприниматели давно сделали предоплату! А заводы-изготовители разводят руками и даже не называют примерных сроков изготовления кассовых аппаратов! И никому до этого нету дела! И что делать предпринимателю в такой ситуации? С завтрашнего дня закрывать свой бизнес! И ведь это все дело рук нынешней власти во главе с президентом! Это сейчас мы понимаем, что ни при Януковище, ни при Порошенко такого и помине быть не могло! Сейчас, разговаривая с предпринимателями, я от них слышу только слова сожаления о том, что они на прошлых президентских выборах отдали свой голос за Владимира Зеленского! А теперь давайте вспомним, как в каждом своем выступлении президент Зеленский нам рассказывал, что при нем для международных инвесторов будет зеленая улица! Ну а как же? При Зеленском улица должна быть только зеленой! И он всегда рассказывал нам, что уже сейчас чуть ли не очередя стоят из желающих инвестировать в нашу экономику! А помните, как он нам по ушам ездил, рассказывая про так называемых инвестнянь, которые якобы лично будут оперегать, оберегать и сопровождать международные бизнес-проекты! А теперь давайте посмотрим, что происходит в Украине на самом деле! Канадский инвестор демонтировал солнечную электростанцию в Украине из-за Коломойского! Канадская компания TIU, 3 года назад построившего солнечную электростанцию в Никополе, демонтировала оборудование и покидает город! Об этом идет речь в материале «Голоса Америки»! Система правосудия оказалась не в состоянии защитить наши инвестиции в Никополе! «Мы решили уйти оттуда», – сказал гендиректор TIU Канада Майкл Юркович. Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский давал TIU персональные гарантии, приветствуя их работу на инвестиционной конференции в Оттаве. Канадские бизнесмены заявляют, что стали жертвой рейдерской атаки олигархов. Солнечная электростанция работала на территории Никопольского ферросплавного завода. Два года назад их отсоединили от заводских электросетей, сославшись на необходимость ремонта. Простой продолжается, ремонт никто не ведет. Между тем, от владельцев ферросплавного завода прозвучало предложение продать объект за бесценок, жалуется Юркович. «Попытка обжаловать в судах провалилась. Последней каплей для меня было то, как с нами обошлись в суде, и как некоторые люди пытались влиять на наших людей через политическое давление и через угрозы», рассказывает Юркович. То есть вы представляете, что происходит? Вы представляете весь цинизм этой ситуации? Президент Украины на инвестиционной конференции в Канаде лично рассказывал о том, какой это успешный проект. Он ставил его в пример, призывая других канадских бизнесменов вкладывать деньги и развивать свой бизнес в Украине. А затем Игорь Коломойский в буквальном смысле слова послал этих канадских инвесторов нахер. Да еще хочет по дешевке выкупить их бизнес. И это при том, что Зеленский давал личные обещания канадскому инвестору. Но вы только представьте, под личные гарантии президента канадцы серьезно вложились, а потом их кинули. То есть президент Зеленский слово дал, а президент Коломойский слово забрал. Вы понимаете, все это говорит только об одном, что в стране у нас получается есть настоящий президент. И это Игорь Коломойский. Ведь в данной конкретной ситуации слово Коломойского оказалось выше слова Зеленского. Далее, чем еще запомнился этот год? Конечно, продолжением развала команды Зеленского. Он постепенно убирает тех соратников, которые привели его к власти. Но вы помните, сначала был уволен глава администрации Богдан, затем премьер-министр Гончарук, потом глава СНБО Данилюк, затем генпрокурор Ряба Шапка. И вот теперь такая же участь постигла спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Чем еще запомнился этот год? Отдельным пунктом стоит история с попаданием нашего президента в список мировых коррупционеров. Международные журналисты получили информацию об офшорах Зеленского. Но наш президент заявил, что офшоры – это хорошо, и он таким образом минимизирует налоги. Но он-то минимизирует, а вот нам с вами приходится платить все больше и больше. Безусловно, к неожиданностям этого года можно отнести уход с занимаемой должности непотопляемого министра МВД Арсена Авакова. Что еще? Нужно отметить, что в этом году вплотную в нашу жизнь вошли такие слова, как «война» и «санкции». Сейчас, если можно так сказать, в нашем политическом лексиконе эти слова употребляются чаще всего. Ну и еще «Путин на ПД». К итогам прошедшего года можно отнести просто провальную нашу внешнюю политику. А в общем, сейчас никто не понимает, что происходит. Сначала нас пугает, что Путин нападет. Затем глава СНБО Данилов выступает и говорит, что предпосылок для нападения нет. И в это же время мэр Киева Кличко создает штабы самообороны и проводит учения. Проверяет состояние бомбоубежищ и так далее. А народ смотрит на это все и не понимает, кому же верить. Кто из них говорит правду? Ладно, я думаю, в следующих видео мы продолжим подводить итоги прошедшего года. И дальше продолжим анализировать сложившуюся ситуацию в стране. А в заключение я хочу сказать следующее. Если в стране коррупционный и бандитский беспредел, нищета и крушения экономики, если главной мечтой молодежи является отъезд из страны навсегда, то вина в этом только президента и членов его команды. А на этом, друзья, сегодня, ну и в этом году у меня все. Не забывайте подписываться на мой канал. Еще раз поздравляю вас всех с наступающим праздником и до встречи в новом году.